Играет музыка Играет музыка При штурме террористы расстреляли охрану Они отпустили некоторых заложников, которые смогли прочитать суры Корана Во время первого штурма удалось освободить 50 человек Среди прочих в здании остаются граждане Франции и Турции Ответственность за теракт взяла экстремистская исламская группировка «Аль-Мурабитун», которая связана с Аль-Каидой На помощь малийским властям Франция отправила элитный спецназ национальной жандармерии Мы продолжаем следить за ситуацией Нападение в Мали последовало за серией терактов в Нигерии Где вчера в городах Кана и Йола погибли около 50 человек Более 100 получили ранения Ответственность на себя взяла радикальная исламистская группировка «Бока-Харам», которая присягнула на верность исламскому государству Во время штурма квартиры, в которой укрывался организатор парижских терактов, погибла и его двоюродная сестра Она-то и подорвала пояс шахида В обсуждении последствий теракта часто поднимается вопрос Почему молодые мусульмане, родившиеся в Европе, не ощущают себя частью страны, в которой прошла вся их жизнь? Мне кажется, понятия «хороший мусульманин» в контексте Европы отсутствует И вообще понятия «британский мусульманин» или «французский мусульманин» как концепция отсутствует То есть у этих концепций нет определений И человек, который ищет себя в качестве мусульманина в какой-то религиозно-фанатической обстановке Он считает, в его понятии это и есть «good muslim» Проблема нашего мусульманского сообщества в Европе То есть они не идентифицируют, что такое быть мусульманином, как практиковать это в контексте Британии или Франции, или Испании А в Бельгии прошли новые аресты Ночью полицейские задержали подозреваемых уже 11 человек за сутки Все по различным террористическим досье, тем временем в страну прибывают беженцы Некоторых поселили в бывшем отеле сам бывший мигрант Бен Абдурахман Там, кстати, побывала наша коллега Жанна Беспетчук Это пианино Бен Абдурахман Собственник небольшой трехзвездочной гостиницы в центре Брюсселя В прошлом он мигрант с Марокко Гостиницу купил почти четверть века назад Под музыку Бетховена и Моцарта он устраивает бесплатные обеды для беженцев в Лижний Восток Еду раздает сам Я тяжело работал, чтобы достичь успеха Но что такое успех для мусульманина? Это не деньги, а то, что вы с ними делаете Посмотрите, вокруг нас много людей, которым просто нечего есть И мы должны им помочь Квота Бельгии по приему мигрантов в ЕС менее трех тысяч человек Однако в реальности за первые полугодия 2015 года эта страна приняла вдвое больше беженцев Из полсотни номеров гостиницы 5-7 занимают семьи тех, кто подается на получение убежища в Бельгии Тут они могут выспаться и принять душ 17-летняя Шейна из Афганистана вместе со своей семьей долго скиталась Иран и Турция Добирались и конями, и поездами, и кораблями На этих дорогах потерялся ее 13-летний брат Так и неизвестно, что с ним произошло Три месяца я не имела возможность поспать на кровати Это вторая ночь за три месяца, когда я могу нормально отдохнуть В гостинице с роскошным интерьером в стиле Людовика 15-го собирают вещи для мигрантов Вот женщина принесла одежду, тут свитер Это и есть то, что я называю солидарностью Каждый день в 5 утра Бен Абдурахман отвозит беженцев на северный вокзал Брюсселя Рядом с ним находится миграционный центр Вечером он едет туда же в поисках семей, чтобы пригласить их себе в гостиницу Бен Абдурахман помогает своим гостям психологически Советует гулять побольше по Брюсселю Признается, что за два месяца работы в таком режиме устал Мигранты в свою гостиницу он оставляет на несколько дней Потом они оказываются кто где Кто-то получает место в общежитии, кто-то по окоте переезжает в другую страну ЕС Кто-то ночует на улице Бен считает, что эти люди не готовы интегрироваться в европейское общество Почему эти парни должны покидать свои семьи? Они не знают языков, европейской культуры Что их тут ждет? Зачем эти войны? Война уничтожила дороги, больницы Это тотальная катастрофа Зачем все это? Груз ежедневной помощи беженцам Бельгии лег на плечи Красного Креста Волонтеров и таких энтузиастов, как Бен Абдурахман Участие государства ограничивается приемом документов И минимальными пособиями тем, кто получает официальный статус Шахид Якуб, Жанна Беспечук, Брюссель, Бельгия Российский суд признал семью сирийских беженцев Виновными в незаконном пересечении границы И приговорил штрафа в размере 5000 рублей Гулистан и Хасан Шахо бежали с четырьмя детьми из Сирии в Россию, где в Самаре живет ее сестра Однако 10 сентября по прибытии в Шереметьево они были задержаны, так как российские пограничники усомнились в подлинности документов Более двух месяцев семью держали в транзитной зоне аэропорта Всемирная конвенция о статусе беженцев говорит о том, что люди, ищущие убежище от войны, даже если они пересекли границу нелегально, не должны подвергаться наказанию Против сирийцев было возбуждено уголовное дело По словам адвоката, само задержание семьи российскими властями было необосновано Ответ, который зачитывался из посольства Сирии, который говорит о том, что паспорта такие не выдавались, но в случае обращения они выдадут им новые паспорта Они не говорят о том, что они выдадут им гражданство за обращением за гражданством, а за паспортами А в столице Литвы, Вильнюсе, задержанный мужчина в наручниках сбежал от полиции с автоматом Калашникова Автоматы раздали полицейским вскоре после парижских терактов в рамках усиления мер безопасности Но в связи с инцидентом появились вопросы подготовки стражей порядку, которых уграли автомат А их начальник все же не склонен обвинять своих подчиненных С подробностями наши коллеги из Литвы В масштабной спецоперации по поимке вооруженного беглеца приняли участие 3000 стражей порядка Полицейские, представители спецназа и других силовых структур В начале недели Игорь Молотков был задержан в одном из районных центров Литвы за административное правонарушение После жалоб подозреваемого на здоровье его доставили в столицу Когда полицейские у комиссариата вышли из машины, задержанный схватил оружие, которое было оставлено в области Угрожая полицейским автоматом, он покинул территорию комиссариата Пять часов спустя беглец, уже без наручников и без автомата, был задержан полицией В органах утверждают, что он страдает нарушениями психики В ходе операции никто не пострадал Мы проверяли всю полученную нами информацию Каждый звонок от граждан, даже самые незначительные подозрения Наконец мы провели рейд по одному из адресов и нашли беглеца Он прятался в душевой кабине Он был немедленно задержан Литовские полицейские обычно не носят автоматическое оружие Но после терактов в Париже они были вооружены автоматами Калашникова Глава литовской полиции заверил журналистов, что инцидент расследуется И обстоятельства ошибки полицейских выясняются Главный полицейский страны говорит, что не спешит осуждать своих подчиненных Кто не работает, тот не ошибается Павел Буторин, Настоящее время, ЛРТ, Бильнюс Ну а вообще в Евросоюзе новости в пятницу Там принято решение немедленно усилить меры контроля на внешней границе Союза для всех въезжающих Включая жителей государств-членов ЕС Так сообщает агентство Францпресс Со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией По данным агентства, главы МВД всех 28 стран, Литвы в том числе входящих в ЕС Так отреагировали на призыв Франции подвергнуть основательному пересмотру Шенгенское соглашение Чтобы добиться систематических проверок всех граждан Евросоюза на границах Решение было принято на экстренном заседании министра внутренних дел И министров юстиции стран Евросоюза в Брюсселе в пятницу А тем временем Конгресс США голосует против приема сирийских беженцев Об этом мой коллега из Вашингтона Игорь Да, Тимур, действительно, подавляющее большинство членов Палаты представителей А именно 289 против 137 Проголосовали за приостановку программы переселения беженцев из Сирии и Ирака в США Президент Обама тем временем пообещал воспользоваться правом Вета На Капитолийском холме развернулись ожесточенные дебаты Вызванные вопросом о приеме сирийских беженцев в США Демократы вспомнили Вторую мировую войну и Гитлера Мы не можем повторить мрачные дни 30-х годов прошлого века Когда многие американцы решили отказать в убежище беззащитным беженцам Спасавшимся от нацистского режима и Адольфа Гитлера Или лишение свободы американцев японского происхождения во время Второй мировой войны Рид добавил, что предвзятое отношение республиканцев к беженцам, тем, кто спасается от смерти, пыток, насилия, репрессий и попытки сеять панику вызывают у него отвращение Однако этот эмоциональный монолог не помешал сенатору-республиканцу Теду Крузу внести законопроект, не допускающий переселения в США беженцев из стран со значительным присутствием террористической группировки ИГИЛ В список этих стран входит не только Сирия и Ирак, но также Йемен и Сомали Однако в Сенате отложили голосование по этому вопросу И Круз обвинил демократов в подрыве национальной безопасности США К сожалению, демократическая партия, сенаторы от этой партии, решили поддержать президента Обаму и его абсурдную политкорректность Отказываясь даже произнести словосочетание «радикальный исламский терроризм» Они поддерживают политику переселения в эту страну десятков тысяч сирийских беженцев-мусульман Прекрасно зная, что у нас нет возможности установить, есть ли среди них те, кто едет сюда, чтобы начать джихад Законопроект Круза предусматривает исключение в отношении беженцев-христиан и езидов Однако сенаторы-демократы все равно пообещали его заблокировать Равно как и законопроект, одобренный в четверг в Нижней Палате Конгресса Губернаторы 31 штата выразили протест против расселения сирийских беженцев на их территории При том, что по закону они не имеют права этого делать Приток сирийских беженцев намного более опасен для европейской безопасности, чем для безопасности Соединенных Штатов Я живу в Оклахоме, и наш губернатор заявил, что не примет здесь сирийских беженцев, как и многие другие губернаторы Конечно, губернаторы не обладают такими полномочиями, потому что это политика федерального уровня И президент имеет право направить их в штат беженцев, хотят они этого или нет С другой стороны, губернаторы могут существенно осложнить жизни мигрантов Отказав им финансовой поддержки, жилье, работе Всех этих вещах, которыми, как предполагается, губернаторы и должны заниматься Крайне маловероятно, что федеральные власти отправят беженцев в штаты, где их не хотят видеть При этом в социальных сетях был запущен хэштег в поддержку сирийских беженцев Refugees welcome Беженцы, добро пожаловать Президент США Барак Обама пообещал наложить вето на законопроект, блокирующий доступ сирийских беженцев США Назвав его противоречащим американским традициям Бывший госсекретарь США и кандидат в президенты страны Хилари Клинтон заявила, что Соединенные Штаты должны возглавить борьбу с террористами Добавив, что арабским странам нужно действовать более активно в военном отношении после терактов в Париже Клинтон сказала, что согласна с решением направить в Ирак и Сирию дополнительный контингент американских спецназовцев Но выступает против присутствия в этих странах американских сухопутных сил Другой кандидат в президенты Берни Сандерс призвал заключить новый пакт по безопасности между США, их ближайшими союзниками и Россией В качестве важного шага на пути к уничтожению исламского государства в Ираке и Сирии По мнению Сандерса, блок НАТО, возникший на пороге холодной войны, со временем превратился в альянс, нацеленный против Советского Союза Поэтому привлечение России, его политического правоприемника, к сообществу НАТО или создание нового альянса с ее участием смогло бы перетасывать традиционно сложившиеся связи Однако сложившиеся обстановки союза с Россией хотят не все Например, старший научный сотрудник Американского Совета по внешней политике Стивен Бланк Раскритиковал идею сотрудничества Запада и Москвы в борьбе с исламским государством Если вы посмотрите, по каким целям Россия наносила удары в Сирии, то она не наносила их по ИГИЛ Она бомбила группы, сопротивляющиеся режиму Башара Асада И как здесь не отметить, что из-за российских бомбардировок количество беженцев увеличилось на 120 тысяч Поэтому мы наблюдаем некий оптический обман, когда слышим, что Россия борется с терроризмом Нет, она этого не делает Россия государство-спонсор терроризма Поскольку в воскресенье посреди этого всего кошмара она заявила, что она не признает Хизбалу и Хамас террористическими организациями Если Хизбалу и Хамас не террористы, то кто они тогда? ИГИЛ в таком случае тоже может себя называть кем угодно Поэтому я сомневаюсь, что из этого сотрудничества что-то выйдет Параллельно с воздушными бомбардировками Франции по позициям исламского государства в Сирии Сирийские наземные силы готовятся к совместной операции против террористов ИГИЛ Речь идет о демократических силах Сирии Недавно сформированных подразделениях из курдов, арабов и туркменов Корреспондент «Голоса Америки» Зана Амар поговорил с теми, кто на прошлой неделе освободил сирийский город Аль-Холл от боевиков Город Аль-Холл находится в стратегически важном месте на границе Сирии и Ирака Командиры новых объединенных сил утверждают, что одержанная ими победа не случайность, ведь многие из них имеют большой опыт В состав демократических сил Сирии входят члены сирийско-курских групп и некоторых групп в составе свободной сирийской армии Фронт Аль-Акард, Шамс Аль-Шамаль, Суваль Аль-Рака Командир ДСС рассказал «Голосу Америки», что его бойцы получили оружие от США и применили его в операции по освобождению Аль-Холла Он также подтвердил, что наземные операции группы координировались с воздушными ударами международной коалиции и получили желаемый результат Детали координации обсуждаются на самом высоком уровне И наша кампания по освобождению города была основана на сотрудничестве с международными силами Перед вами кадры освобождения Аль-Холла Командиры ДСС уверены, что дальнейшие операции против ИГИЛ тоже пройдут успешно Мы преодолели более 450 километров, чтобы принять участие в освобождении города Мы многого добились на земле К тому же боевики ИГИЛ совершают самоубийство После освобождения Аль-Холла под контролем исламского государства в курдском регионе Аль-Джазира в Сирии остается лишь одна база Аль-Шадада Военные источники рассказали голосу Америки о наличии планов по ее освобождению И заключение темы ИГИЛ Франция представила в ООН проект резолюции о необходимости глобальной поддержки в борьбе с экстремистской группировкой исламское государство Сообщает Елисейский дворец Этот шаг – часть новой стратегии президента Франции Франсуа Аланда По координации действий международного сообщества для противостояния террористической угрозе Но эфир дальше продолжат наши коллеги в Праге Тимур, пожалуйста Да, Игорь В 40 километрах от Санкт-Петербурга, на берегу Балтики Российские власти обнаружили очередного иностранного агента Им оказалась крупнейшая на север-западе России экологическая организация «Зеленый мир» Она занимается мониторингом среды вокруг объектов атомной инфраструктуры Из Петербурга репортаж Андрея Королева Вот уже четверть века за экологической обстановкой в окрестностях города Следит организация «Зеленый мир» И вот уже год, как экологов в буквальном смысле мучают прокурорскими проверками Наше нарушение состоит в том, что мы получали деньги из других стран Занимались политической деятельностью И не зарегистрировались в Минюсте как иностранные агенты Интересно, что под политической деятельностью власти понимают Довольно шумные протесты экологов против строительства в Сосновом Бару Могильника для захоронения ядерных отходов Под иностранным участием в деятельности «Зеленого мира» Российский Минюст понимает частичное финансирование проектов Норвежским обществом охраны природы Осло выделяет гранты для осуществления контроля За деятельности крупнейшей на севере Европы Кольской атомной электростанции Чьи реакторы аналогичны чернобыльским Экологи – враги народа Это черная метка С нами никто не захочет сотрудничать Датой получения черной метки обозначено 20 ноября С этого момента «Зеленый мир» окончательно превращается в иностранного агента Андрей Королев, Владислав Епифанов Настоящее время – Петербург В России продолжаются забастовки водителей-дальнобойщиков Они протестуют против цен на проезд по дорогам страны С 15 ноября в силу вступило соответствующее постановление правительства Сбором средств через систему «Платон» Занимается госкорпорация «Ростех» И компания, принадлежащая в том числе и Игорю Ротенбергу Сыну близкого к Путину, бизнесмена Аркадия Ротенберга На дорогах Екатеринбурга Также сегодня проходят акции протеста За акциями следила наша коллега Екатерина Пономарева Эти мужики обычно тихо рулят от Москвы до Владивостока Везут в стране продукты, одежду, машины Но тут смолчать не могли С 15 ноября за каждый километр пути Они должны платить казне полтора рубля Плюс ко всем немалым налогам и сборам Для обывателя полтора рубля – мелочь Но страна большая, дороги длинные, маршруты дорогие Стоимость перевозок, ясное дело, вырастет Процентов на 10-20, говорят эксперты А значит, следом снова поднимутся цены на прилавках Так что выходит, борются шоферы сейчас За кошелек каждого рядового россиянина На мой взгляд, я думаю, что на 5-7% Все-таки подорожание будет Хозяин торговой сети Олег Шефер говорит Подорожают и так многим недоступные овощи и фрукты Их везут издалека Еще бокалея, молоко, мясо, консервы Ритейлеры сейчас пытаются перевести поставки С колес на железнодорожные рельсы Но это займет минимум полгода А значит, россиянам в ближайшие недели Снова придется затягивать пояса На сегодняшний день это просто бессмысленно Надо сначала, чтобы положение устаканилось В нашем обществе и в стране Александр Дедюхин, специалист по дорогам со стажем Говорит, платить шоферов заставляют буквально за воздух Официально новый налог Это компенсация государству За то, что фуры, дескать, разбили дороги Ущерб в полотну на такие суммы Зимой, говорит Дедюхин, нанести невозможно Испортить асфальт тяжеловозы могут Только весной и летом И то незначительно При этом платить за проезд дальнобойщики должны не министерству транспорта Что кажется логичным, не ГИБДД А некоему ООО РТ-Инвест или Платон У этой фирмы госконтракт на сбор денег с дальнобойщиков Водитель фуры должен зарегистрироваться у них на сайте Завести электронный кошелек И купить в их конторе датчик в машину Который будет фиксировать километраж поездки И передавать данные системе Внятно объяснить, куда и как уходят дорожные миллионы Специалист компании не смог Они, говорят, трудятся на ВВП Ну и было посчитано, что общая инфляция Общий рост инфляции может составить не более полпроцента И то это будет только в первый год эксплуатации системы Но при этом нужно понимать, что система принесет очень много полезного То есть у нас вырастет ВВП У нас вырастут поступления в федеральный бюджет Почему они датчики продают в Платон? Почему они их не выдают водителям, раз они сделали эту организацию? Почему они за сумасшедшие деньги продают эту датчику? Сколько стоят? 40, сказали, 40 тысяч Сказали сначала 80, теперь 40 Где нам эти деньги, чтобы поставить эти датчики? Безоплаченных маршрутов выезжать на трассу водители боятся Потому что грузовики без билетники уже начали штрафовать Суммы космические до полумиллиона рублей Их забастовки – это крик властям о помощи Отменить поборы и протестировать работу системы в холостую Но на него пока приезжают лишь наряды полиции Пройдемте и проверим за штрафы Да все, совесть чистая, товарищ прабыжи Екатерина Подмарева, до настоящего времени 17 лет назад в Санкт-Петербурге была убита Галина Старовойтова Российский политик, председатель партии «Демократическая Россия» В 1998 году она готовилась к выборам в городской парламент Ее сестра Ольга до сих пор считает, что настоящие заказчики покушения не найдены В интервью нашей программе она вспоминает слова Галины Старовойтовой о власти Как-то Галя рассказывала, когда ее спрашивали о природе власти Она говорит, вы видели когда-нибудь новорожденных цыплят? Вот кучка новорожденных цыплят, им бросают зерно И кто-то выпихивает цыпленка слабого Кто-то ест Вот они родились, у них вроде мозгов нет То есть власть сама по себе представляет, конечно, ценности Галь даже ее сравнивала с биологическими наслаждениями Вот от еды, от цыплят, до секса, до того-сего Что это само по себе наслаждение Но власть абсолютная Это наслаждение для особых людей, особого типа Которые вот и пришли к власти Это вседозволенность Это возможность полного придушения свободной прессы Безобразная, крайняя, наверное, идиотическая пропаганда Но идиотическая, как известно Еще Геббельс говорит, действует сильнее всего И это, конечно, материальные и прочие всякие средства В неограниченном количестве О других событиях настоящего времени Расскажут мои коллеги в Вашингтоне Игорь Спасибо, Тимур Американский актер Чарли Шин признался в том Что ВИЧ инфицирован И тем самым стал одним из самых знаменитых людей С этим диагнозом И хотя сегодня в США проживают более миллиона людей с ВИЧ Именно после этого признания Американские журналисты стали задаваться вопросом Является ли заражение партнера ВИЧ Инфекцией преступлением В США сегодня работает группа ученых Которые призывают власти пересмотреть законы Криминализирующие преднамеренное заражение Сексуальных партнеров ВИЧ-инфекцией Подробности в сюжете Ануша Витисян У меня обнаружили ВИЧ-инфекцию Не просто признаться в том, что ты ВИЧ-инфицирован Спустя десятилетия, с тех пор, как эта инфекция была названа чумой 20 века Миллионы людей во всем мире до сих пор страдают от стигмы А отношение общества к ВИЧ-инфицированным и больным СПИДам Остается негативным Даже в тех странах, где успешно борются с болезнью В США, например, у ВИЧ-инфицированных людей есть шанс прожить долгую жизнь Здесь введена система социальной защиты больных А пары, где вирус иммунодефицита присутствуют Только у одного из супругов могут родить здорового ребенка Несмотря на все это, новость о том, что знаменитый актер Чарли Шин ВИЧ-инфицирован подняла в Штатах немало вопросов Вопросов юридического характера Но обо всем по порядку Сам актер, признавшись о своей болезни, отметил, что принять этот диагноз из трех букв крайне сложно Его бывшие любовницы обвинили актера в том, что он намеренно скрывал свой статус И, соответственно, намеренно заразил их Возникает вопрос, грозит ли Чарли Шину ответственность, если дело дойдет до суда В большинстве штатов США намеренно заражение ВИЧ-инфекцией партнера Грозит уголовной или гражданско-правовой ответственностью Я хочу отметить, что в данный момент есть люди, которые сидят за решеткой за заражение ВИЧ-инфекцией В каждом штате свои законы Где-то наказывают за незащищенный секс Где-то за сокрытие информации от партнера А где-то доходят до осуждения за попытку убийства Однако люди, которые, как и я, занимаются вопросами предотвращения ВИЧ-инфекции Понимают, что все эти законы действуют против наших попыток бороться с болезнью По мнению автора более сотни книг о ВИЧ-инфекции Существование и применение законов, которые вводят уголовную ответственность за заражение сексуального партнера Может подорвать цели общественных, правозащитных и медицинских организаций Которые продвигают тестирование на ВИЧ-инфекцию и ее лечение Профессор Бюрис убежден, что если каждый инфицированный возьмет на себя ответственность Предохраняться и лечиться А окружающие не будут дискриминировать людей с этой болезнью Тогда не будет возникать необходимость наказывать людей Которые и так страдают от своей болезни ВИЧ-инфекция, СПИД — это не преступление, а вирус Зачем наказывать тех, кто и так борется со стигмой? Лишь единицы намеренно заражают партнеров Если мы будем относиться к этой инфекции как к любой другой, у нас появится шанс, что люди не будут бояться рассказывать о своем диагнозе Обращаться к врачам за помощью и продолжать нормальную жизнь В Соединенных Штатах тест на ВИЧ не является обязательным Однако с 2006 года Центры по контролю и предотвращению заболеваний ввели рекомендацию Всем в возрасте от 13 до 64 лет регулярно проверяться на ВИЧ-инфекцию В то же время, если человек не знал о своей болезни, он не может нести ответственность за заражение сексуального партнера В случае Чарли Шина, если его бывшие любовницы подадут на него иск в суд, ему необходимо будет доказать, что он не пытался заразить партнеров намеренно В случае, если актер этого не докажет, он будет вынужден выплатить материальную компенсацию жертвам Ануша Витисян, Настоящее время, Вашингтон И наш следующий сюжет о женщине по имени Тао Порчон Линч Бывшая модель, актриса и киносценарист Ныне она признана старейшим преподавателем йоги в мире Тао Порчон 97 лет За свою долгую жизнь она наблюдала многие судьбоносные моменты истории И встречалась с рядом влиятельных людей, например, с Далай-ламой Тао родилась в Индии в 1918 году Со всем молодой девушкой она уехала во Францию, где работала моделью знаменитых кутюрье, в том числе Коко Шанель Когда нацисты оккупировали Францию, Тао приняла участие в движении сопротивления Именно тогда она поняла, что способны изменять мир, обучая людей йоги Думаю, что самое лучшее в моей жизни, это когда я показываю человеку, убежденному в том, что он не может что-то сделать Что он способен добиться успеха В США она написала более 300 сценариев кинофильмов Они были экранизированы Это было созвучно с ее любовью к йоге и общественной деятельности Тао участвовала в демонстрациях с такими личностями, как Ганди, Мартин Лютер Кинг Но, по ее словам, состраданию и стремлению позитивно воспринимать мир ее научил дядя Он говорил мне, чтобы я никогда ни на кого не смотрела свысока Тао утверждает, что живет, не обращая внимания на свой возраст, благодаря позитивному взгляду на вещи Я просыпаюсь и говорю себе, это будет лучший день в моей жизни То, что ты говоришь себе, обязательно сбывается, поэтому никогда не думай о негативе, только позитив И Тао не намерена останавливаться Она научилась танцевать в 85-летнем возрасте С тех пор она выиграла более 700 призов на танцевальных турнирах На этом наша передача подошла к концу Мы благодарим всю команду Настоящее Время и спасибо, что были с нами Завтра смотрите программу Настоящее Время Итоги Здравствуйте, это Настоящее Время Итоги с нашим специальным выпуском из Лондона Реакция на теракты в Париже, в Британии и не только Перспектива участия России в международной антитеррористической коалиции И шестилетие со дня смерти Сергея Магнитского И вручение первой награды в области защиты прав человека и его имени Специальные участники нашего эфира Михаил Касьянов, Михаил Ходорковский, Жанна Немцова и другие Это Настоящее Время Итоги с Юрией Савченко из Лондона Редактор субтитров А.Семкин